Джинсы, перчатки сюда, свитер третий десяток лет пошел. Всем привет, меня зовут мистер Ченнинг, у меня есть мотоцикл Мечта, Harley-Davidson Road King Classic 1997 года, подготовка к сезону идет полным ходом, через несколько дней открытие сезона. Как вам такой традиционный обзор погоды? Буквально там через несколько дней надо будет открываться, но оптимизм нас не покидает. Так, смотрите, зачем мы сегодня с вами тут здесь собрались. Подготовка сезона, подготовка сезона, в принципе мод готов, все сделано, даже давление в шинах уже проверено. Остались вообще мелочи и, видите, кофры, кофры-то как блестят, да, это их реставрировал, покрывал специальным кремом, об этом у меня есть видео. Ну, хватит там, я не знаю, на пол сезона этого покрытия, но вид у них сразу стал такой гораздо лучше. Я их года три не обрабатывал, поэтому мы этот, решил их обрабатывать, но видео не снимал. Так, смотрите, что я вам хотел рассказать и показать. Мы с вами зимой благополучно отремонтировали, заменили ремкомплекты на суппортах, да, прокачали тормоза, на передних суппортах прокачали тормоза, поменяли главный тормозной цилиндр. И я, помните, была история, когда шайбы, которые железные с резинками, старые, я их поставил, и, ну, раз такой, раз, они потеют. И после этого я их заменил медью. Тут прошло некоторое время, я что-то обратил внимание, что суппорт вроде как влажноватый. Ну, думаю, ладно, что-то там, может, капнуло, показалось, ну, бывает, протер. И тут на днях пришел, нет, нифига, суппорта потеют. Давайте я вам покажу поближе. Сейчас я возьму скульчик. Смотрите, шайбы стоят медные. Вот здесь. И вот тут вот чуть-чуть вот едва чувствуется, ну, какой-то... Тут вроде так смотришь сухо. А вот так вот пальцем возишь, как, знаешь, как жирненько. Видите, суппорт, суппорт видно, что влажный. То есть он блестит не от того, что его там чем-то натерли, а он блестит от того, что где-то что-то какая-то... Что-то где-то отпотевает. А где отпотевает... Если вы знаете, тут вот прям вот тут все, влажненько. Диск тормозной, диск тормозной сухой, вроде как, на колодках. Где тут у нас колодки? Тут тоже следов нету, что отпотевает. И вот так вот смотрю. И вам, наверное, тоже видно, да, что у нас здесь. То есть шайбы вроде как, вроде как сухие. Вот. А сыро, сырость видна у штуцера. Хотя я штуцера как бы, ну, затягивал, как обычно, нормально. Но следы вот прям вокруг штуцера. Сейчас еще здесь вот тоже вроде как все сухо, сухо. Но то, что вот здесь вот прямо вот здесь, вот прям на пальце чуть-чуть вот видно, что блестит. Ну, чувствуется, что жирно. Где-то что-то убегает. У меня есть подозрение, что, может быть, недозатягивается штуцер. Из-за того, что, ну, вот видите, как он сделал, выполнен. Да, кстати, по поводу запотевания, да, если думать, что шайбы, то нифига. Смотрите, здесь вот стоят медные, медь, да. Где у нас там фокус? Слишком много хрома. Здесь все сухо. Здесь вообще никаких следов запотеваний нет. То есть как поставил, так все и осталось. Вообще идеально, можно сказать. Ну, только что медь. Давайте посмотрим. Правый суппорт. Саппорт, суппорт. Здесь мы наблюдаем такую же историю. Видите? Он весь, весь влажный, весь сырой. Если я тот вот протирал, то это я не протирал. Вот где-то, где-то он потеет. И вот даже вот здесь вот видны следы, да. Можно подумать, что потеет шайб. Но, с той стороны, в районе шайб, все нормально. Есть маленькое подозрение, что потеет из-за чуть-чуть недозатянутых штуцеров. То есть, ну, штуцера, видите, да, они и так, где тут у нас фокус, они и так уже, вот, впритык. Сейчас свету добавим. Где у нас там фокус? То есть, штуцера у нас прям такие впритык-впритык. Вот, но на заднем суппорте это ничего не потеет. А вот на переднем, почему-то, вот, вот эти вот следы. Это, это не есть хорошо. Это, это довольно-таки плохо. Штуцера стоит фордовские, но, как бы, блин, ну, вот, 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 прям вот. Вот он снизу, вот, весь, весь мокрый. Ну, не мокрый, а такой, знаете, как потеет. С чем это связано? Без, вот здесь, я вот так вот даже смотрю, вроде как следы есть на шайбах. Вот, видите, вот здесь, вот, опять же, это могло натечь вот отсюда, с этого, со штуцера. Даже, даже не знаю, как, как мне быть, как мне поступить. Но, ради эксперимента можно по лайту попробовать поставить, старый штуцера и заменить другие шайбы. Я заказал шайбы, сейчас покажу. Поменять шайбу, и все равно, поскольку тормоза прокачивать, можно сразу поставить шайбу, на всякий случай, с резиновыми уплотнителями заказал. И посмотреть, как это себя поведет. Вот, но, блин, ну это же со штуцера. Вот, точно, я уверен, что со штуцера. Штуцера придется, наверное, старые все-таки поставить, потому что с ними было сухо. А вот эти что-то, я не знаю, может им чуть-чуть не хватает быть дозатянутыми, или что. Хотя я вроде все там протирал. Такие вот колечки, 10 штук, стоят 250 рублей на Озоне. Ну, китайские, но народ хвалит. Ну, как бы, китай-то сейчас более-менее делает, поэтому там какой-то оригинал искать. А вот у нас оригинальные шайбы. Вот так вот. Они чуть-чуть другой конструкции, но вот эта шайба, это шайба, которые стояли у ручки. Шайбы, которые стояли на суппортах, они выглядят вот так вот. И, собственно, с них-то у нас все и началось. Хотя, может, они даже не травили у нас с вами. Вот, видите, как они выглядят. Немножко конструкция другая, если здесь круглого как бы сечения, уплотнения, вот, ближе присмотреться, то здесь оно как бы вот такое вот сферическое. Но, по идее, тут все должно уплотняться. И все, этот старый штуцера. Почему они были заменены? Штуцера были заменены из-за того, что они такие подокислившиеся. И здесь грани-то такие уже подзадолбанные. Но сейчас я грани аккуратненько подправлю. И, ну, что поделать, буду возвращать. А стоят вот такие штуцера. А разница, знаете, в чем? Разница-то, вот она в чем. Видите? Здесь носик тупой, а здесь острый. Можно попробовать вот эти штуцера, вот эти, доработать. Доработать и... Которые там стоят. Так-то они все. Вот тут вот дырочка чуть-чуть выше. Но я думаю, что это особого значения-то не имеет. То есть, штуцер у нас работает как клапан. Вот здесь вот. Видите? Так-то вроде все. Конус там все схожее. Ну, примерно вот видно. Ну, вот на этом есть острие. На этом нет острия. Так, теперь прикладываем по линии резьб. Ну, вот на оригинальном, да, резьба. Резьба по-подлинче. Вывернул штуцер справа суппорта. Что мы тут видим? А ничего мы тут не видим. Видно, что вот здесь вот оно все прилегало. Да, вот видите, следы потерпят. То есть, вот это вот, в принципе, конус, он, ну, как бы, как бы-то он и не влияет. Не знаю, ведь на этом тоже уже грани, грани начали ползти. Ну, почистил старый штуцер. Видите, почти как новый. И, ну, грани-то вроде как бы ничего. В общем, поставлю вот эти сейчас старые штуцера. Пофиг. Пофиг, что они под разные ключи. Вот этот штуцер я потом найду. А по новым штуцерам у меня вот какая идея. Но у меня такое ощущение, что вот эта вот гайка не дает ему дальше завернуться. Поэтому это все дело будет отдано либо Диме, либо Мизантропу. И мы просто проточим вот эту часть чуть подальше, чтобы он поглубже заворачивался. И потом их при случае заменим. И все будет у нас нормально. И, кстати, я так, знаете, примерно прикинул, в чем может быть причина. Смотрите, вот эти два штуцера, они одинаковые. Да? Вот это там. Они куплены на Озон. Обратите внимание на конец резьбы. Резьба идет прямо вот до самого верха. А вот этот штуцер был в свое время куплен в автомагазине. Видите? То есть, возможно, вот этот штуцер левый, он заворачивается более глубоко и более качественно. Но он вообще новый, то есть он еще ни разу не пользованный. Смотрите, видите, тут какой запас остается. Крутить, не перекрутить. А те, получается, упираются своими вот этими гайками и до конца не заворачиваются. Вот, наверное, собственно и все. Можно считать мотоцикл готовым к открытию сезона. Но не знаю, как будет у нас открытие сезона. Потому что, посмотрите, я вот в гараже тут пару часов. А снег продолжает хуй идти, короче. это конец третьей декады апреля но он как бы правда сразу тает смотрите я в гараж шел думал поменять медные шайбы но бог при более тщательном осмотре медные шайбы ну на них следов вот на левом суппорте есть но у нас получается на левую сторону и руль наклонен я грешу с того что подтравливают чуть-чуть тормозные вот эти штуцера которые были заказаны с озона подтравливают по причине того что они до конца не затягиваются и не дает гайка штуцера будут проточены и потом при случае установлены сейчас я возвернул туда поставил старый штуцера будем смотреть будем наблюдать время еще есть ручка тормозов хорошие такие бодрые тормоза все прокачано все готово осталось тут только присоединить кофры тут уложить инструмент кинуть дождевик и в принципе все можно можно будет выезжать только когда неизвестно в любом случае я продолжаю делиться с вами опытом потому что хороший плохой но я думаю что он будет кому-то полезен кто-то раз раз посмотрит сделать выводы и может быть как-то поступит иначе обязательно пишите комментарий что вы думаете на этот счет напомню что у нас есть замечательный прекрасный телеграм-чат ссылка на который находится в описании в котором мы общаемся практически круглые сутки там идет общение и нас там уже скоро будет 900 человек и последнее время прям прибывают прибывают и сначала думал что какие-то боты там еще что-то нет прибывают нормальные живые люди с мотоциклами с харлеями может быть даже с мотоциклами других марок но общение идет и уже просто не успею не успевать читать кому интересно да переходите по ссылке в описании также напомню что практически каждый выходные у нас выходит воскресные там субботник harley стримы на которых мы обсуждаем мотоциклет на около мотоциклетные темы обсуждаем экипировка обсуждаем поведение дороги безопасность какие-то путешествия инструмент запчасти короче мы там обсуждаем просто все что связано с мотоциклами harley-дэвидсон и вообще с мотоциклами в принципе поэтому кому интересно тоже отслеживайте информацию в том же telegram чате я заранее анонсирую эти стримы и в том же сообществе на ю тубе я тоже отслеживаю отслеживаю я сообщаю заранее о том что будут проводиться анонсируем что будут проводиться стримы если анонса нет 100 стрима в девяносто девяти девяти процентов случаев нибудь на этом на сегодня все надеемся что снег растает сезон мы благополучно откроем желаю вам всем крепкого здоровья спасибо вам большое за комментарии за поддержку за ваше участие за идеи для новых видео за дружеский троллинг в комментариях но сегодня с вами был мистер ченнинг всем вам большое спасибо за внимание будьте здоровы всем пока пакет на месте